Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Сегодня будем продолжать. На прошлом служении мы говорили о благодарении, о благодарном сердце, да, насколько это важно, насколько это нужно, насколько это действительно сильно, потому что благодарность открывает Божьи врата. Написано, мы входим к Нему с хвалою, с благодарением, со словословием. Аминь. Ты знаешь, благодарение из сердца людей открывают. Аллилуйя. И ты знаешь, это от Бога, потому что Бог, Он наполнен любовью. Аминь. А любовь, она тебя всегда хочет поднимать, благословлять, вдохновлять. Аминь. И поэтому Бог, и это Его сущность, это Его природа. И Бог хочет, чтобы мы тоже были наполнены Его сущностью. Аминь. Сущностью. Не только теорией, потому что, ну, к сожалению, много христиан-теоретиков, они много чего знают, много рассказывают, много говорят. Но, говорит, а покажи мне веру в своих делах, да, покажи мне в практике, в практике то, что ты знаешь, о чем-то ты говоришь. И вот поэтому апостол Павел пишет в послании Коринфянам, в 13 главе, которую называют главой любви. Все это знаете прекрасно. Но ее можно также назвать главой, которая говорит о характере Божьем. Глава, которая говорит о Его сущности, о Его сердце, что из него выходит, исходит и проявляется. Аминь. И поэтому апостол Павел пишет и говорит, что если вот этой сущности Бога в нас нет, она не проявляется, то мы ничто, да, никакой пользы нет. Поэтому любовь, она что? Она практически всегда выражается. Вы знаете, Бог не просто был на небе, сказал, люди, я вас всех люблю, мне вас всех жалко, но ничего сделать не могу. Потому что небеса родней все-таки, на небесах там хорошо, там ангелы поют, прославление отлично, а что придешь на землю, что ты здесь найдешь? Да, как Иисус говорит, найду ли веру, или хотя бы найду ли верующих, которые поверят. Но действительно, любовь, она не ищет своего. Аминь. Она не ищет своего. И поэтому Он пришел, чтобы найти нас. Он пришел, чтобы спасти нас, освободить нас. Почему? Потому что Он любит нас. И Он говорит, когда вот эта сущность Бога, она проявляется в нас, тогда происходят Божьи дела. Аминь. И поэтому Он говорит и объясняет, что нету любви, просто один звон, просто один шум, когда ее нету, когда мы практически ее не показываем, когда мы практически ее не проявляем, а просто умствование какие-то у нас, там разговоры и так далее. Римлянам 12.9, друзья, написано, любовь-то будет непритворна. Непритворна. Знаешь, что значит непритворна? Значит, не притворяйся. Да? Мы иногда все-таки пытаемся притворяться, вот, ну, хотим показать себя лучше, чем мы есть. Но Бог говорит, что любовь Божья, она никогда не притворяется, она настоящая. Она искренняя. Аминь. И дальше Он говорит нам здесь, тот же апостол говорит, отвращайся зла, и прилепляйся к добру. Вот, понимаешь, Он говорит, когда ты любишь и практически это показываешь, происходит что? Ты отвращаешься от зла. Многие люди говорят, как от зла отвращаться? А вот показывай свою любовь людям, да? И ты будешь отвращаться от зла. И когда ты отвращаешься от зла, а дальше запятая идет, что ты делаешь? Прилепляешься к добру. Давид говорил в псалме, что я прилепился к Господу. Но прилепляясь к Господу, мы прилепляемся к добру. Прилепляемся, друзья. Знаешь, иногда что-то прилепится к тебе. Кто-то жвачку оставил на стуле. Ты так сел, посмотрите, что-то к вам прилипло. Что-то к вам прилипло. И ты хочешь оторвать, оно не так легко отрывается. Хорошо прилипло. Так вот Господь говорит, чтобы ты прилип к добру, прилип к Господу, прилип к Его сердцу. Аминь. И дальше написано, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Братолюбивы. Будьте братолюбивы. Братья, вы здесь? То есть любите братьев. Да? Значит, относитесь к ним правильно, относитесь к ним с любовью. Даже написано с нежностью. Ну, вообще, скажем, это как бы не для братьев. Слово-то какое-то небратское. С нежностью. Ну что, Дух Святой ошибся? Или почему Он так написал? С нежностью. И дальше запятая идет. В почтительности друг друга предупреждайте. В почтительности. Смотри, какая культура Царства Божьего. В почтительности. Так не хватает вот этой почтительности, вот этого уважения, о чем здесь написано. Но с чего это все начинается? С любви. Правда? Если ты кого-то любишь, значит, что? Ты не будешь притворяться. Ты будешь отвращаться от зла. И ты будешь прилипать, прилипляться к добру. Аминь. И это будет выражаться по отношению к кому-то. Ты не можешь просто вот абстрактно кого-то любить и абстрактно кому-то помогать. Да? Абстрактно это делать. Нет, мы это делаем конкретно всегда какой-то личности. Слава Богу. Знаете, вот суть-то в чем? Получается, мы хотим любить достойных людей. Говорим, я бы любил, но покажите, кого? Сначала вроде видишь, достойный человек, думаешь, понимаешь. А присмотрелся, там не такой уж и достойный. Сначала такой хороший, такой замечательный. Вам что-то сделал для тебя незамечательно, нехорошее? Говоришь, вот только-только думал, вот нашел одного хорошего человека. Ты знаешь, что я хочу сказать? Что мы должны людей любить не за достоинство. Аминь. Не за достоинство, потому что достоинство сегодня есть, завтра нет. А Бог нас постоянно любит. Почему Он нас любит? Потому что мы Божье творение. Аминь. И мы не сможем любить других людей, если мы в них не увидим Божье творение. Как мы можем любить, если мы не видим в этом Божье творение? Но когда мы кого-то любим, друзья, тогда мы много чего прощаем. Тогда мы много чего покрываем. Аминь. И несмотря на недостатки, мы продолжаем любить. И слава Богу. Знаете, почему люди разводятся, да? Они говорят, вот сначала мы любили друг друга, мы видели одни достоинства, но вот пожили какое-то время и открылись глаза их. И увидели они, что наги, то есть наги, что это означает? То есть все недостатки открылись-то. Сначала все так было красиво, а потом, вот это да, вот это номер, это не то кино, которое я хотел смотреть всю жизнь, да? И если в нас нету Божьей любви, когда мы любим только за достоинство, все, люди разбегаются, разводятся, все, ты мне не нужен, ты мне не нужна, и так далее, и так далее. Но Бог, Он другой, друзья. Поэтому Бог хочет научить нас любить, как любит Он людей. Мы, если мы этому не научимся, друзья, то как же Бог приготовит нас к пробуждению? Мы все хотим пробуждения, даешь пробуждение, короче, даешь пятилетку, даешь вагонетку там, даешь там еще что-то. Да, мы хотим пробуждения, но ты знаешь, Бог говорит, вы должны быть готовы к пробуждению. Церковь должна быть готова к пробуждению. Это что означает? Это означает много-много недостойных, несовершенных людей просто валом придет в церковь, и что ты будешь делать с этим? Скажешь, о, я не ожидал такого пробуждения. Я не думал, что мое место всегда будет занято, что какие-то странные люди придумут ходить по фойе, и вообще и здесь будут ходить, и что-то все будет не такое чинно и благопристойно, как это было раньше. Поэтому Бог говорит, я готовлю вас, когда вы будете относиться к людям, как я отношусь, тогда я вам дам много людей. Аминь. Я приведу вам много людей, потому что Бог, когда смотрел на нас, вы думаете, мы были достойными людьми, чтобы нас любить? Некоторые думают, они были все-таки достойные, вот раз меня Бог спас, значит, я где-то был достойен. Не как некоторые, не как прочие, не как там тот мытарь, который вот, а вот, наверное, все-таки это из-за меня Господь-то и пошел на крест. Нашел он сокровище, дороже золота. Знаете, у нас, да, бывает либо самомнение высокое, либо слишком. Но секрет в том, что написано, Бог возлюбил мир. Возлюбил мир такой, какой он есть. Возлюбил людей со всеми их недостатками. Аминь. Потому что Бог-то любит не недостатки, Он любит как раз-таки Божье в нас, Божье творение. Это Он любит. Поэтому, когда мы смотрим на людей обычными глазами, человеческими глазами, мы обычно не находим, за что их любить, за что их почитать, за что их уважать. Мы говорим, они нас раздражают, они нас обижают, они нас не любят, они ведут себя недостойно и так далее, и так далее. Но Бог говорит, когда у тебя будет непритворная любовь? Когда ты согласишься с Богом и скажешь, Господь, научи меня любить людей так, как любишь их ты. Ты не притворяешься же, когда ты любишь людей. Бог говорит, конечно, я не могу притворяться, правда? Потому что в Боге нет никакого притворства, нет никакой тьмы, Он есть свет. И когда мы соглашаемся с Богом, мы говорим, да, Господь, я тоже принимаю решение, я тоже хочу любить людей вместе с тобой, как ты. Как ты вместе с тобой. Очень часто мне приходится слышать, особенно вот на шаршерское служение, когда людей начинают рассаживать и говорят, вот, пожалуйста, сюда садитесь, вот, пожалуйста, туда садитесь, то многие верующие, говорят, верующие, пастор, представляете, верующие, они мне такое говорят, мне такое рассказывают. Вы не обижайтесь, это просто теоретики. Они много чего знают, называют себя верующими, но они не живут так, да, не живут, как должны жить. Поэтому практика, друзья, это самое сильное проявление духовности. Вот наша жизнь, она показывает, насколько мы духовны, насколько мы зрелы, не сколько мы знаем. Мы хотим впечатлить часто своими знаниями, откровениями и так далее, но написано, по плодам их узнают. И вот, знаете, ваши, мне могут про многих рассказать здесь, какие плоды они, к сожалению, увидели. Почему? Потому что мы не согласны, мы не хотим, нам не нравится что-то, да, но Бог нас вот и учит, любить. Давайте я вам еще прочитаю один из переводов современных. Пусть любовь ваша будет искренней. Вы согласны с этим? Искренней. Будьте непримиримы ко злу, стремитесь к добру, любите друг друга, как членов своей семьи. Знаешь, что он скажет, я и в семье-то никого не люблю. Что мне еще там про кого-то говорить? Ты знаешь, Господь-то видит нас, как свою семью, аминь. Ты, кстати, должен знать, что вот рядом с тобой брат действительно и сестра, да, если еще не познакомился, узнай своих духовных родственников, а то сидишь порой и не знаешь, кто мои духовные родственники здесь вокруг меня окружают. Вот они рядом, вот они с тобой сидят, а ты не хотел место уступить, а ты не хотел подвинуться, но ты понимаешь, что это твои братья и твои сестры, аминь. Кто-то скажет, слава Богу, слава Богу. Я так всегда говорил, брат, займи денег. Ты же, брат, займи денег. И когда, говорит, подхожу, например, тот меня говорит, ну и что, когда ты отдашь? Он говорит, ты что, ты же мой брат. Это же наше дело семейное. В семье так бывает. Здесь, конечно, не об этом речь, да? Некоторые хотят злоупотреблять вот именно этой семейственностью. И дальше написано, дальше написано, значит, так, 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 где же у меня это написано? Вот, любите друг друга как членов своей семьи, уважайте друг друга больше, чем самих себя. А здесь еще сложнее. Как это кого-то я буду уважать больше, чем самого себя. Но мы об этом еще подробнее поговорим, потому что здесь очень важное, важное откровение находится. Почему Бог об этом говорит? И почему для нас это очень важно увидеть, понять и применять? Поэтому Бог говорит, чтобы мы любили Его любовью других людей, да? Тогда мы будем служить им. Тогда мы будем помогать им. И если мы еще этого не делаем, если еще мы этого не поняли, Бог говорит, настройся на мою волну, начинай молиться, поститься, если тебе нужно, да? Получай откровение. Но без этого, Он говорит, ты будешь ничто просто. Просто никакой пользы от тебя в царстве не будет. Так и написано. Нет никакой пользы, да? Или есть польза? Нет никакой пользы. Поэтому мы, христиане, это можем делать или нет? А? Тишина такая. Конечно, можем, потому что Бог же внутри нас. Кто еще, кроме нас, это и может делать? Сам Господь поэтому в нас. И вы знаете, когда наши сердца сами-то оттаивают от Божьей любви, то вот этим теплотой мы сможем и других растопить. И другие начнут оттаивать, потому что действительно в мире столько злоба, столько ненависти, столько вот все это такое ужасное, страшное. Но поэтому Бог говорит, я и пришел. Он и назвал себя я есть любовь. Это его сущность, это его характер, это его природа, это все, что он делает, он делает из любви. И вот это вот его тепло, вот это его любовь, оно когда-то растопило наше сердце, да? Когда-то Господь к нам прикоснулся, и все. Мы сказали, да, Господь, я хочу быть с тобой. Вот поэтому Бог хочет через нас любить других людей, чтобы это для нас было и смыслом, и целью жизни, да? Любить, ободрять, поднимать, вдохновлять, проповедовать. Это и есть проповедовать Евангелие. Скажи слава Богу за это. Давайте я вам еще почитаю. Филиппийцам написано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но посмиренно мудрый почитай один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот о чем речь, что мы соединяемся с Ним. Когда мы с Ним соединяемся, мы начинаем чувствовать то, что чувствует Иисус. Правда? Мы не разделяем себя, мы не отделяем себя от Него, но мы говорим, Господь, я хочу, чтобы у нас было одно сердце действительно. У нас были одни мысли и одни желания. И когда эти желания Бога не входят в твое сердце, ты начинаешь это делать. Ты начинаешь делать то, чего ты никогда раньше не делал. И вот, что хочется сейчас рассказать по поводу вот этого стиха. Почитай один другого высшим себя. Ты думал об этом стихе? Я об этом думал. Ну, как так, Господи? Как так кого-то почитать высшим себя? Почему это Он должен быть выше меня? За чего Он будет выше меня? И однажды Господь мне просто открыл и показал. Он говорит, посмотри, каждый человек – это Божье творение. Все согласны с этим? Другой перевод говорит, это Божий шедевр. Да? Каждый человек – это шедевр, это дар. То есть каждый человек имеет что-то особенное, чего у тебя нет. Ты что-то можешь прекрасно делать, но что-то ты не умеешь делать, а другой человек может это делать. Что-то ты знаешь, а чего-то ты не знаешь. Ты не супермен, который знает все и может все. И Бог нас не устроил такими суперменами. Это только в кино, эти супермены всех спасают одни весь мир. Нет. Бог говорит, моя церковь будет спасать мир. И когда ты начинаешь понимать, тогда ты начинаешь ценить каждого человека. Потому что у каждого человека есть что-то особенное. У каждого человека есть что-то уникальное, чего у тебя этого нет. Конечно, надо отбросить всякую гордость, что скажет, а у меня все есть, а я ни в чем не нуждаюсь, я всех умнее, всех красивее, всех милее. Так мне зеркало сказала про это. Нет. Бог говорит, что у каждого есть что-то уникальное и особенное. Дима, поднимайся сюда. Поднимайся. Сейчас я покажу эксперимент. Что я хочу показать, друзья, то, что обычно происходит со всеми нами. Вот знаете, в прошлый раз я говорил об эксперименте, который провели в одном учебном заведении, когда преподаватель сказал и раздал листки с бумагами, на которых на чистом листке бумаги была просто точка, одна точка, черная точка, помните? И он попросил всех студентов, говорит, напишите, что вы видите. Ну и все написали, мы видим черную точку. Он говорит, ответ неправильный. Вы не увидели самого главного, большого белого листа. Все, что вы увидели, одну маленькую точку, черную причем, да? Так вот, наше мышление, наше зрение, оно всегда фокусируется на недостатках. На недостатках. Вот недостатки мы начинаем осуждать, критиковать, опускать. И вот хочу просто показать. Вот, например, я говорю, Дима, ты что-то играл сегодня вообще плохо. И вообще что-то еще хуже становишься, все. И еще хуже, и еще хуже. И вообще ты, короче, дошел уже, я не знаю, дать нельзя уже, некуда. Смотрите, что происходит, когда я опускаю его, я опускаюсь сам. Вот этого многие люди не замечают, когда они кого-то критикуют, кем-то они недовольны, кого-то они осуждают. В этот момент происходит, что ты сам-то становишься еще ниже, ниже, ниже и ниже. Но что говорит Господь? А Господь говорит, считай другого высшим себя. Я говорю, Дима, ты вообще играешь так, я в жизни так никогда не сыграю. Я никогда у меня так не получится. И что я делаю? Я его поднимаю. Я, конечно, не смогу его поднять, но в силу так сказать. Но каждый раз, когда ты видишь в человеке что-то хорошее, ты его поднимаешь. Ты его поднимаешь. И когда ты поднимаешь его, ты сам поднимаешься. Понимаешь? Ты сам поднимаешься. Вот почему Бог говорит, почитай один другого высшим себя. Если мы не поймем вот этого Божьей мудрости, скажешь, а мне легче вот так делать, вот так делать, вот так делать. А потом что? А потом ты сам там оказываешься. Ты думаешь, что ты его лучше, но когда ты плохо про кого-то говоришь, ты сам туда уходишь. Поэтому что будем делать? Спасибо, Дим. Что мы будем делать? Как вы думаете? Мы будем поднимать. Мы будем благодарить. Аминь. Мы будем действительно почитать. Почитать один другого высшим себя. И когда ты вот это понимаешь, когда ты это видишь, то для тебя жить будет гораздо легче. Вот смотри, когда ты постоянно видишь что-то негативное, тут плохо, там плохо, тут ты всегда в черном цвете все видишь, да? Ты сам от этого чернеешь. Потому что так же ты в эту черную краску сам всегда погружаешься, 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 и сам весь черный ходишь. Потому что у тебя любимый это черный цвет. и ты весь сам в этом черном цвете. Но когда ты берешь белые краски, да, ты говоришь что-то хорошее, что-то светлое, что-то позитивное, ты сам светлеешь. Ты сам преображаешься. Поэтому Господь говорит, конечно, ты не найдешь совершенных людей. Ты не найдешь идеальных людей. Но в каждом человеке ты можешь найти какое-то совершенство. В каждом человеке ты можешь найти какой-то уникальный дар, какую-то особенность. Аминь. И поблагодарить его за эту особенность. И сказать, что у него есть такая прекрасная особенность, такой прекрасный дар. И это будет поднимать этого человека, это будет поднимать тебя. Это будет располагать этого человека. Правда? Вы знаете, христианство это не только отношение с Богом. Да, христианство отношение с Богом. Христианство это отношение с людьми. Если у нас не будет отношения с неверующими, они нас не будут слушать, друзья. Я так удивляюсь, что у многих верующих вообще нет друзей. Не только в миру, но и в церкви нет друзей. Они какие-то вот сами по себе какие-то. Вот они, я и Бог, я и Бог, я и Бог. Да, ты и Бог, конечно, слава Богу. Но ты же не один, и ты и Бог. Еще и другие люди есть вокруг тебя. Правда? Посмотри вокруг. Иисус говорит, посмотри, вот они, Нивы. Вот они побелели. Жатвы много. А делатели мало, ну что все. Я и Бог, я и Бог. Конечно, если бы ты был с Богом, действительно. У меня вопрос, с кем ты, с Богом вообще или с кем. Если бы ты был с Богом, ты посмотрел бы на жатву. Ты бы посмотрел Божьими глазами на людей, которые окружают тебя. Аминь. Поэтому, когда у тебя есть отношение с Богом, у тебя будут отношения с людьми. Когда у тебя есть отношения с людьми, они по-другому воспринимают тебя и твое же послание, и твое Евангелие. Аминь. Если ты человека привык поднимать, что тогда? Он тебя слушает. Кто хочет слушать критикана? Кто хочет слушать негативного, недовольного человека? И ты приходишь и говорит, а ты же знаешь, ты еще и грешник. Ты еще и в ад идешь. Ты там будешь гореть вечно. А вот я не буду гореть вечно, потому что я покаялся. Потому что я то. Потому что я вот это. Потому что я вот такой вот, а ты вот такой, 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 такой. И размазал его. Все. Видишь, ты никто. Нет. Тогда, конечно, люди, они для нас не открыты. Аминь. Поэтому это и есть золотое правило, к которому говорится. Если ты хочешь, чтобы с тобой люди, как с тобой поступали, так и ты поступай с ними. И Бог поэтому говорит, что если ты будешь любить людей, не говорится, что они совершенны, не говорится, что у них нет недостатков, да. Но Он возлюбил весь мир. И Он спас этим весь мир. Поэтому если мы согласимся с Богом, принимаем это решение, скажем, Господь, я хочу вместе с тобой любить людей. То сила Божьей любви, она потечет. И она будет очень реальная. И она будет очень практическая, когда ты просто начнешь поднимать, ободрять и говорить что-то хорошее. Разве это трудно? Тихо так сегодня. Тихо. Тихо в лесу. Только не спит барсук. Друзья, но на самом-то деле-то вот это и есть, это культура Царства Божьего? Или это не так? Разве не так делал Иисус? Разве не так Он служил, да? Разве не это Он говорил людям? Конечно же так. Конечно, у Него была четкая позиция относительно греха. Это не говорится, что вот мы все, мы не замечаем грех, мы не обращаем внимания. Нет. У Бога есть четкая позиция по греху. Ты знаешь об этом? Он говорит, возьми, здесь за грех смерть. Это Его четкая позиция. Но посмотри, что произошло в Едемском саду. Что произошло? Вот как бы ты себя повел на месте Бога, будем так говорить. Тебя предали. Тебя не послушались. Тебя проигнорировали. Тебя не почтили. Как у тебя уже накручивается? Накручивается, да? Накручивается? Каких-то два человечка, которых я сделал. И как они поступили? И как они сделали? И как они могли? Да я сейчас приду. Да я сейчас их сотру в порошок, из которого я сделал. Они в прах и в прах и вернутся. Я им сейчас устрою. Ну, как бы мы, знаете, мы же негодуем сразу, да? Вот смотри, а как Бог поступил в этой ситуации? Как Он поступил? Как Он поступил? Да. Был ли наказан грех? Был наказан, да? Закрыл ли Он глаза, что они сделали все? Ну, ничего, ничего. И ходите с дьяволом, дружите. Ничего страшного. Нет. Он пришел. Потому что, знаешь, иногда, когда мы обиделись, мы не хотим с людьми разговаривать. Мы отворачиваемся от них. Мы не хотим их видеть. Мы их избегаем. А что сделал Бог? Он пришел, и Он с ними разговаривал. Поэтому, когда мы смотрим на себя, Господи, где же я тогда? Почему же я по-другому поступаю? Поэтому у меня и другие результаты в жизни. Но Бог пришел к этим людям. Он спросил, что они сделали, да? И Он сказал, что будет за это. Но что Он сделал? Он сделал им кожаные одежды. Аминь. Он им показал, что Он их спасет. Что Он их не отверг. Что Он их не выбросил из своего сердца. Сердца, как там, вон из глаз долой. Нет. Наоборот, Он сказал, что Он их любит. Но грех Он не принимает. Грех Он ненавидит. Как написано вот в Псалме. Престол Твой Божий вовек. Жезл правоты, жезл царства Твоего. Да? Жезл царства, жезл правоты. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Поэтому помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости более других соучастников Твоих. Вот о чем говорится. Ты разделяешь. Нам так трудно разделять грех и человека. Так трудно. Потому что мы сразу отождествляем, мы сразу Его не любим, мы сразу Его ненавидим, мы сразу начинаем Его оскорблять или обижаться и так далее. Но посмотри, мы же хотим делать то, что делает Бог. И в этом-то и есть сила, друзья. В этом есть самая огромная и великая сила. Сила Божьей любви. Ведь вы помните, что когда ученики все Его предали, кроме одного, что мог бы сказать Иисус? Ну вот и ученички у меня. Вот ходи с ними, вот учи их, да? А вот наступил трудный момент. Сначала проспали, потом все разбежались. А люди, которым Он делал добро, да? Исцелял, освобождал, кормил. Они потом кричали, распни, распни. Но вы знаете, что сказал Иисус? Не ведают, что творят, да? Говорит, прости их. Но если мы согласимся с Богом и начнем практиковать то, что сказал нам Господь, вы увидите совершенно другие результаты. Если ты научишь себя хранить и защищать, то ты стольких и спешишь проблем в своей жизни. Аминь. Согласитесь относиться к людям так, как к ним относится Господь.